Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. С вами Ева Лекцер. В данном видео выполняю расклад по вашему запросу «Стоит ли давать второй шанс?» Кому подойдет этот расклад? Как семейным парам, так и тем, кто в ссоре, кто в разрыве, пытается обналадить отношения. Так и тем, кто, например, не ссорился, но вы понимаете, что это не ваш человек по жизни. И вот вы вроде бы стараетесь закрывать глаза на многие вещи, на многие нюансы, но не понимаете, нужно ли вам это. Так вот, суть расклада «Второй шанс» – это будет экспресс-расклад, однокарточный, будет говорить о том, что загляните вглубь себя, и вы найдете ответ на свой вопрос. А именно, так стоит ли вам все-таки делать шаг навстречу и развивать эти взаимоотношения? Работать я сегодня буду старо оракульного типа. Это колода Николета Чиколи. Оракульного типа колода зачастую отличается не только прорисовкой от классики, но и своими значениями. Поэтому, как правило, с колодами оракульного типа я работаю только на прямых артанах. Хотя вы можете в практике работать на прямых и на перевернутых. Я сейчас выложу 8 вариантов. Ваша задача – расслабиться, настроиться на расклад, чтобы вам было легко взаимодействовать со мной, сосредоточиться на своем партнере, визуализировать его, подумать о нем, поговорить ваши имена, даты рождения, ну, посмотреть, что же вам советует карта. Итак, стоит ли давать второй шанс для тех, кто загадал один из 8 вариантов. Пожалуйста, настраивайтесь. Вот я вам положу максимально близко. Будем с вами смотреть. Итак, для тех, кто выбрал первый вариант. Так, ну что мне вам сказать? Здесь ситуация скорости, скорости развития событий. И, как говорит сам Аркан, либо здесь между вами может влиять на ваше взаимоотношение и расстояние, либо в целом вы можете думать о том, съехаться, не съехаться, да, потому что это карта также путешествий, переезда, смены места жительства и скорости, быстроты развития событий. Здесь вы пытаетесь, знаете, как ухватить все и сразу, контролировать абсолютно все аспекты ваших взаимоотношений. Почему же приведет ваша такая скорость? К тому, что вы боитесь. Боитесь, что вы не справитесь с рядом тех проблем, которые вас окружают, а именно в этих взаимоотношениях. Особенно это, знаете, больше касается бытовых проблем. Вы боитесь, что вы не вытянете, либо вы будете несовместимы, либо здесь сама вот по себе ситуация, вы боитесь пертирки характеров. У вас на самом деле очень много каких-то внутренних, нереализованных, либо неправильных установок. Итак, все же, каков аспект? Давать ли здесь второй шанс? Ну вот вы видите, здесь сама по себе ситуация наказания, когда нужно вам выпороть вашего товарища, я не воспринимаю вас, как здесь маленькую девочку. То есть, если вы четко партнеру поставите свои какие-то условия, о том, что так не будет продолжаться, как раньше, что мы решаем с тобой проблемы и проговариваем те, которые у нас были раньше, и ты действительно над ними работаешь. То есть, это знаете, как сделать а-то-тай, да? За то, что между вами было. Вот тогда, да, давайте. Ваше, скажем так, замечание, либо совместное решение ваших проблем, оно будет иметь плоды своего труда. Потому что здесь не нужно замалчивать проблемы, вам нужно было изначально их озвучивать, их проговаривать и над ними работать. Для тех, кто выбрал второй вариант. Ой, ну что мне вам сказать. Бежите вы в этом лабиринте сладких грез, сладких отношений, но что-то вы запутались, потому что вы не понимаете, куда же вас выйдут эти отношения. Много сладких иллюзий, но, понимаете, вы здесь как тянете за собой партнера. Потому что здесь карта говорит о том, что это бесполезно. В отношениях вы оба должны идти друг к другу навстречу, а вот вы здесь его тянете, как эту вот букашку-таракашку, да, на веревочке. То есть вы поставили двигатель в ваших взаимоотношениях. А все-таки, как ни крути, ведущим должен быть мужчина. Также, например, если смотрит мужчина, вот вас женщина тянула, да, быстрее, быстрее в ЗАГС, а вы понимаете, что вам это не надо, что это не ваше. Что-то не то, к чему вы стремились. Я даже сюда затянула аркан, на карту смерти, потому что это сама ситуация колкая, но ситуация трансформации. Но, понимаете, все равно здесь ситуация зависла. Вы здесь не как единое целого. Вы как одно тело, две головы. Но у каждого свой интеллект, и каждый будет тянуть друг друга в разную сторону. Поэтому здесь нет. Второй шанс здесь не имеет смысла давать в целом. Для тех, кто выбрал третий вариант. Ну, сама по себе ситуация, видите, я вам покажу вам поближе, не знаю, насколько это видно. Нет у вас внутренней духовности, нет у вас эмоциональных совпадений. Вот ситуация какого-то постоянно внутреннего одиночества. Вам не хватает здесь заботы, вам не хватает здесь внимания. Если здесь возможно что-то исправить, да, резко, резко обрезать эти отношения. Потому что, ну, поймайте, вы уже саму соль, саму суть этих отношений поняли. И, ну, тут вам уже, как говорят, даже карта. Пора пожить для себя, да, устроить себе праздник. Потому что вот с этим мужчина не будет стабильности. Карта такого домашнего деспота и тирана. При том, что у меня сейчас здесь все карты в колыде лежали прямые. Видите, он был перевернутым. Видимо, во время тасовки как-то записался. Ну, давайте даже затяну вам сюда на вашего императора, что у вас здесь. О, вот, пожалуйста, еще одна. Ситуация тупика? Нет. Ну, понимаете, здесь человек будет лагировать между вами кем-то еще. Поэтому, как говорят карты, рвите, не жалейте. Все равно здесь это будет бесполезным. Одни и те же проблемы, одни и те же ситуации, когда мужчина вас будет пытаться прогибать под себя. Вы пытаетесь жонглировать всеми ситуациями, пытаетесь ему угодить, но все это бесполезно. Так, для тех, кто у нас выбрал четвертый вариант, что у нас? Ну, это, знаете, как на всех парах. Это сама по себе ситуация влюбленности, эмоции, когда эмоции захлестнули либо вас, либо человека. И да, есть желание все-таки дать шанс, задать возможность и развивать эти взаимоотношения. Попробуй все сначала. Сама по себе карта, она часто указывает на какую-то вот резкую перемену, предложение руки и сердца, предложение съехаться. Но, как говорит карта, для вас это может быть крайне болезненно. Вы так к этому не готовы. Почему не готовы? Давайте я посмотрю. Да потому что это не ваш праздник жизни. Вас просто подгоняют. Подгоняют, вот смотрите, сейчас я вам покажу. Гонят вперед лошадей, а вы не понимаете, нужно ли вам эти отношения возобновлять. То есть, понимаете, вы еще не остыли, вы не привели в порядок свои чувства, свои эмоции. Вы боитесь наступить на одни и те же грабли. Вот видите, привкус отношений, который вас ранит. И вот девятка кубков даже здесь падает, перевернута. Жизнь, которая не в радость. Ну, то есть, это не тот формат взаимоотношений, который вам нужен. Так, для тех, кто у нас выбрал пятый вариант. Что же у нас здесь? Отношения хрупки, как карточный домик. Зависит здесь, конечно, все от вас. Вы здесь хозяйка положения. Давайте смотреть. Давайте смотреть. Ну, поймите. Как говорится, терпение и труд все перетрут. Карта тяжелого совместного труда, совместных усилий. Поэтому, если вы здесь намеревались дать второй шанс, давайте, все получится. Потому что не только вы готовы трудиться, работать над собой, над взаимоотношениями, но и ваш партнер. Это ситуация совместной работы. Так как оба заинтересованы в этих отношениях. Поэтому здесь можете смело дерзать. Для тех, кто выбрал шестой вариант. Что же у нас здесь? Ой, вот это, понимаете, вся ваша страсть, она здесь сыграла против вас. Потому что здесь вы либо не ощущаете себя в полной мере счастливой, либо вы уже не понимаете, что здесь нет огня, нет того искры, которая вас цепляет. Вы не понимаете, что же вам здесь нужно. Потому что вроде бы и мужчина есть, а согреться-то вы не можете. Как-то никто ли не получает любви, эмоций, тепла или заботы. Давайте смотреть, что же здесь происходит. Ну, вот такая вот интересная ситуация, когда вы пытаетесь чего-то добиться. Усидеть на нескольких стульях одновременно. Такая вот, ну, видите, как сороконожка. Потому что вы хотите здесь всего и сразу. Вы слишком долго ждете. Вас утомило уже это ожидание. Вы хотите, видите, вот движение вперед, каких-то перемешек. Что, наконец-то, давай, двигайся, делай, будь мужиком. Реши уже что-нибудь в этой ситуации. Если ты не решишь, я решу это сама. Вот видите, у вас какая позиция. То есть вот в ультимативной форме. Не решишь ты, я решу сама. Так. То есть то же, что же, что же у нас здесь. Ну, смотрите. Вы понимаете, что у вас уже здесь нет никакой эмоциональной подпитки. Что пошли только какие-то разочарования и агрессии. Что только с подвижки с вашей стороны партнер не собирается тянуть ваши отношения и вас вытягивать. У вас уже просто опускаются руки, пошла ситуация стагнации и разочарования. Попробовать это вы, конечно, можете, но даже вот еще одну карту для вас вытянули. Что же здесь у нас? Ой. Карта грез, карта мечтаний. Вот вы намного закрываете глаза. Ради эмоций вы готовы на все, но вы здесь эмоций не получаете. Если ваш мужчина сможет вам подарить ощущение этой любви, заботы, нового шанса и вот сделать у вас действительно, что вы сочувствовали любимой женщиной, получится. Но я не вижу, честно, чтобы он здесь к этому стремился. Для тех, кто у нас выбрал шестой вариант, что же здесь? Ну, здесь да, однозначно да, я даже не буду дотягивать, не хочу, кажется, портить малину. Здесь по десятке пентаклей, карта праздника, карта, ну, это карта карнавала. Здесь поймите, вы курируйте праздник, вы хозяйка положения, оседлали вы своего ослика и двигаетесь вы в нужном направлении. Ослик-то ваш брыкается, но куда он от вас денется? Поэтому здесь давайте второй шанс. Ну, и восьмой вариант. Что же, что же, а вот у нас здесь ситуация, попытки выйти из ситуации одиночества, ситуация стагнации, потому что, как-то вы чувствуете себя здесь одиноко. здесь какой-то прочный может быть материальный база, здесь ряд материальных проблем может присутствовать именно по этому варианту. Потому что здесь по этой карте, давайте я вам покажу в прямом положении, вы хотите быть вот такая прекрасная девушка с белым лебедем, ну, понимаете, вы женщина-аристократка высоких слоев, по силе духа, по своему позиционированию, а, видимо, партнер ваш как-то не дотягивает вас, либо вам не соответствует. В этом-то может скрыться корень всех ваших проблем и причин. Стоит ли давать второй шанс? Ну, нет. Ну, вы понимаете, что, как бы, не оседлать ему этого дракона, то бишь вас. Ну, не понимаете, не по Ваньке шапка. Вы абсолютно какие-то разные люди, разные взгляды на вещи, разные взгляды на жизнь. И однозначно здесь будет ситуация отсечения, ситуация ухода. Вашего ли его, это уже другой вопрос, но, к сожалению, линию здесь без вариантов. Вы здесь такая холодная фея-бабочка, которая уже оторвалась и готова лететь в новые отношения. Так что, вот такой у нас вышел расклад. Пожалуйста, отписывайтесь мне в комментариях, как он у вас проигрывается или не проигрывается. Я вам буду очень признательна за обратную связь. Для тех, кто хочет получить мои консультации в индивидуальном порядке на платной основе, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok